Не забудь подписаться, поставить лайк и нажать колокольчик. Не пропускай выход любимого шоу. Сегодня на нашем шоу большой семейный предновогодний праздник. И к тому же спортивный. Наши семьи примут участие в нехитрых состязаниях. Мы будем вести подсчет очков. Ну а семья-победитель получит иммунитет на следующее голосование телезрителей. Но я уверен, главное для наших семей это не победа, а возможность весело провести сегодняшний день. Вот так он! Ух, какой! Ух, какой! Ух, какой! Ух! Ух, какой! Ух, какой! Ух! 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 Странный дротист. Дротиком прям в ногу загнал. Земли же праздник! Ничего, зато я его на пузе уделал. Чего? На пузе. А еще я второй по поеданию пончик. А у тебя что? Глинтвейн. Больше всех выпила? Это ты умеешь. Нет, просто выпила немного, глинтвейн и все. Катя, ты обалдела? Блин, мы только третий, Катя. Я тебя прошу, ничего не пей и не ешь просто так. У меня рот от пончиков чуть не порвался. Они не должны победить. Не победят. Почему? Я думаю, что у вас есть план, как помешать. Да? Нет? С наступающим Новым Годом, друзья! Сегодня вас ждет день, наполненный впечатлениями. Ты кто? Я Дмитрий, и я рад объявить наш праздник официально открытым! Так он вроде давно открытый. Настоящий праздник начинается только тогда, когда на сцене появляется Дмитрий! И когда он появится? Я и есть Дмитрий! Вам надо быть внимательнее. И осторожнее. У вас кровь на голове. Ну что, друзья, ваши аплодисменты! Гравьте, 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 гравьте! А Константин где? Может, увольна. Не дождетесь! Этот ведущий только на праздник. Знакомый продюсера. Ну, если он знакомый продюсера, значит, его могут дальше продвинуть? Во-первых, он ближе знаком с женой продюсера. Если ты понимаешь, о чем я. Дмитрий, я большая поклонница вашего таланта. Приятно. А вот мой муж, по совместительству генеральный продюсер нашего любимого канала, вас как-то не ценит. Обидно. Но это пока. Уверена, что вместе объединившись, мы с вами можем устранить эту несправедливость. Вы понимаете, о чем я? Пока не очень. Если я вас очень сильно порекомендую своему мужу, уверена, он ко мне прислушается. И тогда ваша карьера пойдет вверх. Хорошо бы. Но до того, как это сделать, я должна быть уверена в вас, как в профессионале. Ну, что вы действительно хороши в этом деле. Понимаете, о чем я? Думаю, да. Хотите, чтобы я провел вам день рождения? Не совсем. К тому же он всего лишь ковенщик. Его костюм стоит дороже, чем он сам. Классная вечеринка. Вы отличная публика. Ты классный. Да, люблю вас, ребята. Привет. Здорово. Что у тебя как? Блин, ну вообще супер. Больше всех съела? Ммм, нет. Просто вкусно. Вы что, издеваетесь, что ли? Пап. Это называется жить. Если у нас не появится иммунитет, наша жизнь здесь может вот так вот закончиться. Понятно? Зачем меня обманывали? В смысле мы тебя обманывали? Ну, пародии. Мои пародии. Вы говорили, что я хороший пародист. Ваня, ты самый лучший пародист, которого я только знаю. Это приступ. У пацана в школе такой же был. Это мистер Бин. Какой же он дерьмовый пародист. Ну, когда я показывал пародии, вы всегда смеялись. Потому что нам нравилось. Да это же не значит то, что я хороший пародист. Конечно, не значит. Должно быть понятно, кого пародирует пародист. А в твоем случае это просто смешно. Черт, Юля. Ну что, он должен знать правду, чтобы потом не вляпаться в какую-нибудь неприятную ситуацию из-за вашего вранья. Так я только что опозорился. Поздняк. Ну, наверное, где-то мы были не совсем объективны в его способностях к пародии. Твой ребенок самый лучший, все. Да? И не важно, что это. Это детская постановка или, к примеру, он умеет пукать по нотам. Ваня умеет пукать по нотам? Нет, к сожалению. Вы же всегда понимали, на кого пародия? Ну, не понимали, потому что... Мам, правду. Я, кстати, и не помню, почему мы его всегда угадывали. Как вам мой терминатор? Точно! Ты же всегда в конце говорил, на кого пародия. Черт. Ну, если честно, Вань, ты очень круто физиономами все отыгрываешь. И, в принципе, если немножко напрячься, можно догадаться, кого ты показываешь. Нужно только привыкнуть к специфике твоего лица. Чего? К специфике твоего лица нужно привыкнуть. Чего? К специфике твоего лица, Ваня. Обманутая надежда ребенка. Соколовый кратится в бездну. Мои родители в детстве говорили, что лучше всего у меня получается молчать. И только потом, когда я вырос, я понял, что... Они просто хотели, чтобы я заткнулся и не мешала. Мне плевать. Своим враньем вы испортили мне всю жизнь. Максимум, жизнь плохого пародиста. А ты плохо подбираешь рифму. Началось. Не нужно пытаться кого-то обидеть в ответ. Я говорю правду, как ты и просила. Ты же прекрасно понимаешь, что я хорошо рифмую. Для меня это, конечно, не самое главное в жизни. Просто есть такой дар. Вот и все. Она плохо рифмует? Да. Мы играли в детстве в такую игру. Мы ей вкидывали слова. Она подбирала к ним рифмы. Просто мы всегда вбрасывали один и тот же набор слов. Ну, и мы не путаемся, и ребенку приятно. У нее сложилось сложное ощущение, что она хорошо рифмует. Ясно. Ты фигово рифмуешь! Все, пока, Вань. Следи за ней. Зачем? Что-то мне подсказывает, что соколовы врут всем своим детям. Ты что, реально хорошо рифмуешь? Ну да. Круто! А ты откуда взялся, а? За тобой слежу. А ну давай, революция. Так, революция. А-а-а, революция. Слови просто идиотское. Проституция, резолюция, конституция, эволюция. Я их уничтожу. Дмитрий. Веселее, 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 здорово! Хоп! Хоп! Дмитрий. Да. В ближайшее время нужно устроить конкурс рифму и позвать для участия одну конкретную девочку. А, Константин, при всем уважении, но золотой век поэзии, по-моему, скромному мнению, остался где-то далеко позади. Да, вместе с рифами, фантами, шарадами. У меня вот, пожалуйста, есть своя активная зимняя подвижная программа. И я бы, как профессионал, придерживался бы ее. Окей? Тварь! Сука! Никому неизвестное никчемное говно! Дмитрий, я абсолютно уверен в вас, как профессионали. Зайдите ко мне, если будет минуточка. Я буду с вами откровенен. В ближайшее время я собираюсь покинуть шоу. Скажу честно, пригласить вас – это была моя личная идея. Большой поклонник. Приятно. Меня самостоятельно попросили найти себе замену преемника. Так все удачно совпало, что генеральному продюсеру вы нравитесь. Жене генерального продюсера тоже? Очень. И мне. Но финальное слово, безусловно, за мной. Мы начинаем конкурс риф! Риф, мы на морозе! Вы дождитесь начала, будет жарко! Я даю вам слово. Ваша задача – придумать к нему как можно больше рифов. Ваше слово – кастрюля. Поехали! Чистюля, пилюля, вестибюля, гидуля, косуля, два метра тюля, пуля, бабуля, белорусская цыбуля, грязнуля, козюля. Как тебе такое, Юля? Урау! Есть! Неплохо, неплохо! Вам достается слово «поднос». Время! Поднос. Нос. Поднос. Было. Понос! Атерос Каверос! Время! Ну что ж, победил вот этот парень! Риф, судя по всему, это не твое. Понька! Не растаивайся, Юля, так бывает. Видишь перед собой толпу народа и впадаешь в ступор, и ты… Никакого ступора у меня нет. Ты знаешь, как пописать по общественному туалету. Не каждый справиться нужно хочет. Пап, ты меня слышишь? Дело не в этом. Мы всегда кидали тебе определенный набор слов. Ну, через несколько лет тренировок-то научилась рифмовать, но с конкретными словами. Вы что творите? Типа, мой ребенок, что хочу, то и делаю. Юля, у тебя реально талант. Просто он узконаправленный. Ну, что ты такого хуже делаешь? А ты путаешь актеров. Юля, я понимаю, что ты злишься, хочешь отомстить, но я реально люблю разбираться в кино. Так и есть, но ты их путаешь постоянно. Яна. Послушай, я знаю всех, кто, где, с кем, за что. Я тоже думала, что хорошо рифмою. А я тебе сразу сказала, что ты плохо рифмоешь. Ну, вот. Ну, это правда. Ты путаешь актеров. В смысле? Ну, то есть, ты их как бы знаешь, но постоянно путаешь. Юля, что за бред? Ладно, ладно, ладно. Все, поехали. Дмитрий, конкурс. Угадай актера. Вы что, издеваетесь? Может, как-то подвигаемся? Извините, я не всех актеров знаю. Да? Не важно, главное, что участие. Точно. Поехали. Я знаю, знаю, знаю. Это антикиллер, любовь, морковь, Барат Башаров. Нет. Это Куценко. Правильно. А, я знаю, знаю, знаю. Это «Легенда 17», экипаж. Так. Это Петя Федоров. Нет. Это Козловский. Абсолютно верно. Райф Ослинг. Так, ну все, хватит. Я знаю. Да, все знают. Мне вот что любопытно. Почему только вскрывается какой-то наш косяк, сразу появляется конкурс, в котором можно так легко обосраться? Как? Ты о чем? Как ты все время угадывал, кого я имею в виду? Так, действие происходит в океане, в главной роли Брэд Питт. Китайник? Да! Нет! Да как так-то? Я просто знаю твою эту особенность. И примерно понимаю, с кем ты можешь спутать. Называй ее наугад и практически всегда попадай. Нам надо пересмотреть систему отношений в семье. Ты о чем? Нам нужно говорить про все такие особенности, чтобы потом не было таких вот неловких ситуаций. Ну, все, практически все скрылось. У тебя не идеальный слух. Ой, даже не начинай. Невозможно угадать мелодию, которую ты напеваешь. Катя, я понимаю, ты сейчас обижена. И у нас конкурс «Угадай мелодию». Ты слышала? Как только мы начинаем о чем-то говорить, сразу появляется конкурс. Но тут они прокололись. Я отомщу за нас, за всех. И вот, стой! Спокойно! Конкурс «Угадай мелодию». Да что ж такое? И на сцене Алексей Соколов. Вы спросите, откуда я его знаю? Ну как же, я вместе со всей страной смотрю шоу «Идеальная семья» и, конечно же, знаю всех лидеров. Они что, лидеры? Перестанет лодировать. Итак, задание. С закрытым ртом спеть песню, а наши зрители должны ее угадать. Песня. Легко! Как же так? Ну, успокойся. Как ты всегда угадывала? Ну, просто идеальный слух. Он не у тебя, он у меня. Мне достаточно двух-трех нот, чтобы угадать всю мелодию. Потому что есть, Лешка, у тебя? Да! Да нет! Почему ты меня не остановила? Ну, ты был так уверен в себе. Я обосрался, прилюдно, Катя. Ну, Леш, ну не так, чтобы прям... Да просто обосрался. Ну, вот. Что-то из буйного? Нет. Поет задом наперед. Нет. Дайте микрофон, они же не слышат. Как же стыдно за тебя сейчас, братан. Так, ну все, 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 хватит. Время. Кабы не было зимы. Да, ну да, кеселок! Перестань унижаться. Городок! Имеет достоинство. Кеселок! Так тоже ничего не понятно. Может, просто у вас слуха нету? Слуха нет, сука. Константин, это я. Дмитрий, ты прекрасно отработал. Спасибо. Но у меня есть идея, как добить Соколовых. Да? Какая? Расслабьтесь, я все сделаю сам. Просто смотрите и наслаждайтесь. Обожаю уже, Полизов. Запомни. Итак, объявляется финальный раунд. Семья на семью. Я приглашаю первую пару Соколовых и Переделкиных. Нет. Остановись! Что? Идиот! Сам ты идиот. Это мое шоу. Те же конкурсы, только загадывают, отгадывают и показывают члены семьи. Узнаем, кто же из вас по-настоящему идеальная семья. Это наш шоу, семья. Заберитесь. Шепот! Топот, гогот, кропот. Нет такого слова. Дим, ты чего? Халопот. Время. Ура. Очередь семьи Соколовых. Вам нужно срифмовать всего четыре слова. Понимаю, задача непосильная. Это было необязательно. Отчет! Сочтет, начнет, увлечет, извлечет, повлечет, сечет, пересчет и сечет. Да! Отдерживаю! Идиот! Чарли Чаплин! Да! Очередь по-моему! Тварь! Ну я ее знаю, узнаю. Ну так называйте. Он снимался в фильмах «Семь». Да. Бойцовский клуб. Да. Он подсказывает. Он там не снимался. Ладно, пусть подсказывает. Бесславные ублюдки! Топ-грус! Да! 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 Вам нужно промычать следующую песню. То есть перед Елкиным «Рыжий-рыжий конопатый», а мне «Седьмой симфоний Жостакович»? Ну а что? Тоже известное произведение. Ну а какой там мотив хотя бы? Стыдно не знать. Ну не стыдно вообще. Ни капли не стыдно мне. Спасибо. Я вообще не встала. Седьмой симфоний Жостаковича! Да! 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 Молодцы! 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 Соколову на первом месте в соревнованиях. Рейтинг растет. Мы будем вынуждены дать ему иммунитет. Виктор Николаевич! Здравствуйте. Я тут случайно узнал, что шоумен Дмитрий Маргулин спит с вашей женой. Не за что. Учись. Вы понимаете, что вместе мы непобедимы? Да! Мы сила! Так, давайте только впредь говорить друг другу только правду. Если кто-то из нас в чем-то плох, то пускай лучше об этом узнает от близкого человека. Согласны? Да. Так, Ваня. Че? Твой обманный жест в баскетболе. Мой фирменный финт? Я постоянно делаю вид, что ведусь на него. Ну, потому что ты очень радуешься, когда он у тебя якобы получается. Я думала, я и правда хорош. Ты хорош, Вань. Ну, надо его как-то усовершенствовать. Либо мы можем и дальше делать вид, что он у тебя получается. Но это как-то странно, нет? Держись, Вань. Юля, я тебя прошу, никому не показывай свои рисунки. Не поняла. Это не абстракция. Но ты же говорила, что мне интересна цветовая камня. Это сложный, но необходимый разговор. Катюш, ты меня извини, но твои кексы с черникой вместо изюма ужасны. Не тот случай, Леш. Это дело вкуса, да, дети? Вань, ты же ешек больше всех. Я просто не жмет на уплевываю. Прости. Обидно? Ну, зато, честно, хорошо. Я справлюсь. Крепись. Я всегда поддеваю банку ножом, прежде чем даю тебе ее открыть. Ну, типа ты сильный мужик, руки посади же. Вот так. А еще мама тайком оплачивает твои штрафы, потому что ты гордишься своей безупречной и сдой. Так. А еще два раза приходил муж на час и перевешивал за тобой полки. Когда ты помогаешь мне делать математику, я каждый раз получаю три. Один раз минус. У тебя не уникальный организм. Ты толстеньше от мучного. Ты неважно поешь. Плохо ориентируешься в лесу. Тебе не идет зеленый. Так стоп. Хватит. Давайте впредь не больше одного факта в неделю. А с учетом сегодняшнего меня месяц не трогать. Понятно? Мы любим тебя, папа. Я вот сильно в этом сомневаюсь. Любим! Сомневаюсь! Я приношу свои глубочайшие извинения и в свое оправдание хочу заметить, что ваша жена меня заверяла, что все с вами заранее согласовала. Что вы были не против. И по ее словам даже одобрили нашу связь. Потому что, опять же, по ее словам у вас свободные отношения. Хотя, конечно, меня это должно было сразу насторожить. И мне стоило лишний раз все это уточнить с вами. Простите меня, пожалуйста. Да. У нас действительно свободные отношения. Уточник. 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 Нет. Извините. Я так не могу. Простите. Правда. Да я... На протяжении последних месяцев мы переживали за них. Радовались вместе с ними. Плакали и смеялись. Ну а уже сегодня, на нашем новогоднем галовечере, мы узнаем, кто же из них станет самой идеальной семьей нашей страны. Выводим рейтинг. Но голосование продолжится до самого последнего момента. Пока я не вскрыл конверт, возможно, все. Катя, а это не перебор? Леша, режиссер Саша сказал, что мы только четвертые в рейтинге. Это плохо. Это очень плохо. Сегодня нужно удивлять. Я не буду позировать обнаженную. Тихо, тихо. Почему? Это же искусство. Почему? В твоих фантазиях у меня такой маленький листик. Интересно. Слушай, если дело в листочке, у тебя будет большой. У тебя самый большой лист. Катя, ну это не наш метод. Ну не наш, Катя. Реально. Не наш. Ты знаешь, я просто на какой-то момент даже поверила, что мы сможем выиграть. У меня для тебя есть кое-какая новость. Какая? Сегодня в шесть презентация препарата. Какого? Ну из-за которого мы здесь. Прям в Новый год? Ну конечно. Ты вообще знаешь, сколько идиотских законов принимается именно в эти дни? По-тихому. Да мне плевать. Вот, Катя! Вот всем плевать! Поэтому они и принимаются. Понимаешь? То есть ты хочешь... Да! Я выберусь отсюда и выступлю на этой презентации. Таким образом, новый препарат просто обязан стать нашим флагманом в данном направлении. Стойте! Стойте! Извините! Это вранье! На самом деле, этот препарат от облысения чистый яд. Побочные эффекты вызывают бесплодие у мужчин. Когда я только узнал об этом, сразу похитил всю документацию и подопытный образец. Вот он, этот хомяк. В его крови находится этот препарат. Меня преследовали, но я смог скрыться. Нашел идеальная семья. А еще на этой презентации будут наши учредители из Германии. Ганс, Хельга, тысячи людей с редкими волосами могут стать бесплодными. И я уверен, вы просто были не в курсе того произвола, что творится в нашем филиале. И если я на их глазах выведу наше руководство на чистую воду, то меня, скорее всего, восстановят на работе. Катя! Спасибо! Спасибо! И по делам ему! Возможно, даже и повысят. Может быть, не совсем так, но близко к этому. Ты никуда не поедешь. Кать! Ну, Катя! Ну, блин! Давай посмотрим правде в глаза. Мы только четвертая. Всегда есть шанс. А своих разоблачишь. Завтра один день ничего не меняет. Нет. Завтра и жди. Сегодня. А что завтра? А! Ты не сможешь выйти на сцену, да? И выступить перед журналистами. Ну, при чем тут это? Мне кажется, это самое главное. Потому что ты хочешь стать героем на глазах у всех. Все! Я выступлю на этой презентации и успею вернуться на церемонию награждения. Все! Леша! Ну, ты же знаешь, что если выяснится, что ты самовольно покинул шоу, нас все равно исключат! Не выяснится. Леша! Что мы здесь делаем? Привет, малышка. Катя, я же согласился мне помочь незаметно выбраться. Это почему? Он запал на твою грудь. Ты больной, Леша? Нет, Катя, стой, подожди. Катюш, это же очень важный момент. Мы ради него здесь. Если кто-то может помочь в достижении нашей цели, а взамен хочет увидеть твои сиськи, ну, либо мои сиськи, мне кажется, мы просто обязаны на это пойти. То есть, твои сиськи, либо мои сиськи могут потенциально спасти миллионы людей. Твои сиськи ему не нужны. Ну, к сожалению. Я не буду показывать сиськи. Катя, погоди, погоди. А Яша сделает для нас еще кое-что. Если ты добавишь баллов нам в рейтинг, Катя покажет тебе то, что ты хочешь. Я не могу этого сделать. Ну, а ей скажи, что можешь. То есть, я просто посмотрю на грудь и мне ничего не надо делать? Тогда я согласен. Ты вывезешь меня за территорию проекта. Так и думал, где-то подвох. А что, просто так не покажет? Ты правда сможешь добавить нам баллы? Да. Это же нечестно. Могу не добавлять. Не, не добавляю. Да. Но это не гарантирует вам победу. Это просто увеличит ваши шансы. Что? Леша. Катя, Катя, послушай. Это небольшая локальная обнаженка. Наш шанс все успеть. Я в любом случае туда поеду. Но с помощью Яши я смогу сделать это незаметно и вернуться на награждение. А вдруг мы и правда выиграем? Интересно. Ладно. Давайте это сделаем. Отлично. Возвращается. Влюбленный человек. Яш, что у нас с видеофайлами? Ты кто? Где он? Отошел на час. Что-то произошло. Давно? Только что. Это он попросил тебя так сказать? Да. А что еще он попросил? Выключить камеру у хозблока. Включаю. Так. Предлагаю это все провернуть. За занавеской. Без вас. Прежде чем моя жена покажет тебе свои сиськи... Это очень странный разговор. Прежде чем она покажет, я хочу знать, как ты меня вывезешь из шоу. Да я вас в багажник машины положу и вывезу за территорию. Смотри, презентация пройдет в подмосковном отеле, в пятидесяти километрах отсюда. Нет, я вас просто вывезу за территорию, а там уже сами на попутках. У нас финал шоу. У нас такая запара начнется. Где гарантия, что я покажу ему то, что он хочет видеть, а он выполнит обещание? Где? Гарантий нету. Я тебе в башню рыжу. Стоп, стоп, стоп. Я не настолько подлый человек, вы знаете. Если я отдал слово, я его сдержу. Покажет сиськи, отвезу. И баллы. Что и баллы? А, и баллы тоже. Так. Прежде чем она все покажет, перейдем к условиям. Ты стоишь в десяти метрах от моей жены. Не-не-не-не. Максимум три. Пять. Да что я там с пяти увижу? Хам. Выбирай. Пять или десять. Все. Что собирать пять? Хорошо. Значит, она обнажит свою грудь ровно на две секунды. Минимум минута. Тридцать секунд. Сорок пять. Сорок три. Да, Леша, какая разница уже сколько смотреть? Катя. Леша, ты оснаешься. Ой, да хватит вам драматизировать, а? Ее сиськи полстраны видела. Ничего, я так чисто вживую посмотреть. Ты больной извращенец. Если бы у нас был выбор. У вас всегда есть выбор. И хватит, пожалуйста, меня обзывать. Мне ваше оскорбление вот здесь вот. Не хочу смотреть. Все. Ты что думаешь, мы тебя уговаривать будем? Не хотите показывать? Не буду смотреть. Стой. Стой. Ладно. Мы хотим показывать. Ладно, мы хотим показывать. Я за занавеской. Я пойду. Ну, и нравы. Это жертва. Как прошло? Слушай, будет очень странно, если я скажу, что хорошо. Ну что, поехали. Ну, вроде поместился. Надеюсь, ты здесь не задохнешься. Хотя, честно говоря, мне вообще нас... Пересадка. Алексей. А вы сейчас на кто? Да, мне паузы. Бля, мне паузы. Алексей, я тут ни при чем. Бля, мне паузы. Бля, мне паузы. Бля, мне паузы. Бля, мне паузы. Константин, считайте, мы с вами в расчете. Прощайте навсегда. Как пальцы заживут, звоните. Бовлин поиграем. Босс, заранее прошу прощения за задержку. Соколов и материалы у нас. О, совсем про вас забыл. В смысле? Вы уволены. Чего? Дебилы, вы что думали, я буду ждать и смотреть, как вы обсираетесь? Да мне уже паузы на вас и на вашего Соколова. А я не понял, а что с бабками? Мы же два ляма перевели, чтобы его выгнали. Вот вы заблудили, вы им и наслаждайтесь, дебилы. Я тебе не могу. Чего? Ты это, конечно. Извращенец. Ничтожество. Никчемный кусок дерьма. Это вообще-то я вам помог выгонять Соколова. Рот! Итак, слушай меня внимательно. Похотливое, мерзкое, сальное существо. Еще один прокол, и ты вылетишь отсюда, как пробка из шампанского. Понял меня? Самыми плохими рекомендациями. Тварь. Катя, скажите, а где Алексей? А? А у него фобия гипо. Гипофобия. Лошадок боится. Он потом кишечком. Поехали. Началось. Началось. Новый препарат просто обязан стать нашим флагманом данным направлением. Когда я его разоблачу? Нас с вами восстановят на работе, друзья. Сколько еще ехать? Тридцать минут. Скоро награждение. Хочу посмотреть, кто победит. Сюда руку за вас болел. Это приятно. Но нам нужно еще успеть вернуться на шоу. Катя оправдает мое отсутствие в начале, но долго прикрывать меня не сможет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Готовы? Я всегда готов. Урод. Добрый вечер! Как настроение? Хорошо. Детей вроде больше не стало. И слава богу, я болею за вас. Привет. О, рожки. Очень символичные. И у них такие. Вам всем идет. А вот и мои фавориты. Ну что, на что потратите призовые деньги? Благотворительность. Мой муж инвалид второй. Прекрасно. А вот и наши темные лошадки. О, соколовы. Ой, а где же, а где же ваш глава семейства, а? Он скоро будет. Фу. Неужели поссорились? Такой-то вечер. Да нет, вы что, мы не поссорились. Нет, конечно. Вы мои любимцы. Помните об этом. Итак, мы начинаем. Вместо настал долгожданный момент, когда мы с вами и наша многомиллионная аудитория узнает, кто же станет самой идеальной семьей нашей страны. Но борьба продолжается, и голосование закончится непосредственно перед самым объявлением финальных результатов. Победителем может стать каждый из вас. Может быть, это будете вы. Или вы. Или вы. Или вы. Вряд ли вы. Шучу. И вы, конечно. Ну, а сейчас мы покажем, как наши финалисты прошли свой нелегкий путь на нашем шоу с первого дня до сегодняшнего гала-ужина. Ролики увидят наши зрители. Ну, а пока я приглашаю наши идеальные семьи немного повеселиться и потанцевать. С наступающим Новым Годом! Запускаем профайлы. Так, тут в папке были мои материалы. С камер Б и Ц. Где они? Так как смонтировали для финальных визиток, думал, для этого. И ты видел, что там? Да. И ты видел, что там? Нет. Всех за паре сегодня. Я делаю это ради мужа. Ради миллиона других мужчин. Это что такое? И их детишек. Твою мать! Неплохо. Отправлю-ка я тебе СМС. Молодец. Где мои очки? Я уже и забыл. Как это красиво. Яша, сраный извращенец! Он это снял. Не догоняй, о чем ты? Но жена твоя прям борется до последнего. Да уж. Повезло тебе с ней. СМС-ку отправлю за вас. И за меня скинь. Запад, быстрее это надо делать. Останови это. Уже. Ты уволен. Ты уволен! Встань! Возьми, быстро! Вы сами будете рули трансляции. Сел. Работай. Вы ж уволен в конце проекта! А Соколову взрывной скачок рейтинга. Они не должны победить. Мне, конечно, уже ничего не угрожает, но... Он меня бесит, бесит! Так. Соколов где-то в багажнике. И даже если они победят, мы вручим приз семье, которая заняла второе место. Класс! Все. Переходим к церемонии награждения. Она у нас через два часа. Переходим к церемонии награждения прямо сейчас. У нас еще выступление Кристины Рихтер. Кого? Это знаменитая певица. Племянница продюсера. Жука. Кружит голову, найду-паду. Голову, найду-паду. Кружит голову, найду-паду. Дети! Нам, скорее всего, здесь уже ничего не светит. Но я надеюсь, что папа успеет на презентацию и вернет хотя бы свою работу. Я вам ничего не говорил. Меня за это могут уволить. А чего? На данный момент вы возглавляете Альт. Да, да. Ахренеть! Презентационный ролик вашей семьи просто бомба. Это там, где жонглируют? Нет. Я восхищен вашей смелостью и вашей формой. Я ничего не понимаю. Так, ну а папа же успеет вернуться? Включаем трансляцию. Ну а мы продолжаем. И, к сожалению, я вынужден сообщить вам пренеприятнейшую новость. Алексей Соколов не поставив в известность организаторов самовольно покинул шоу «Идеальная семья». Совсем не идеальный поступок. Возможно, Екатерина, супруга Алексея прояснит ситуацию. Может быть, вы поссорились? А может быть, окончательно расстались? Не дай бог, конечно. А откуда у вас такая информация, что Алексей покинул шоу? Источник? То есть ничего конкретного? Никаких записей с видеокамеры? Просто голословное обвинение? Запись будет? На самом деле, Леша здесь. Где? В туалете. Что-то в желудком, я не знаю. Ну, переволновался, наверное. Как бы не получилось так, что он просто пропустил финал шоу. В любом случае, скоро мы все проверим. Но, к сожалению, я вынужден констатировать, если Алексей не объявится до оглашения результатов, семья Соколовых будет исключена из шоу, невзирая на итоги зрительского голосования. Браво! Леша обязательно будет. Ведь люди очень сильно сейчас голосуют за нас. Понимаешь, Леша? Очень сильно голосуют. Почему-то. Да понятно, почему. Так, разворачивайтесь. Обратно поедем. Да мы почти приехали. Развративайтесь. Я вам пять миллионов дам. Пять! Ну, а сейчас на нашем шоу выступит невероятная певица. Победительница всероссийского конкурса песен про семью. Обладательница редкого, уникального голоса. Пугачева! Встречайте, дамы и господа, бурными аплодисментами. Кристина Рихтер! Даже не Арбакати. АПЛОДИСМЕНТЫ Виктор Николаевич, у вашей племянницы музыкальный дар. Костик, она мне не племянница. Я с ней сплю. АПЛОДИСМЕНТЫ Я так стучаю, когда тебя рядом нет. Константин, мы бы хотели вернуть вам одного участника. Ха! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха! Терек, ты ведь и слушаю. На территорию шоу никого не впускать. Есть. Держитесь. АПЛОДИСМЕНТЫ Ты сводишь меня с ума своей любовью. Я ждать не буду. Леги! Куда? Я считаю минуты навстречу с тобою. Ты мой герой. Ты мой герой. Идеальная, идеальная, идеальная семья. Дети кошка. Я теперь, я мороз! Я теперь, я мороз! Дети кошка, ты и я. Мы вместе. Идеальная семья. АПЛОДИСМЕНТЫ Настало время узнать победителей шоу «Идеальная семья». АПЛОДИСМЕНТЫ Победителями проекта «Идеальная семья» и обладателями денежного приза в 10 миллионов рублей... АПЛОДИСМЕНТЫ Там 10 миллионов дают! Становится! Давай, скотина со мной, жена разведется, давай! Я напоминаю, если победившего участника не окажется в зале... Давай, жена, давай, давай! Мы вынуждены будем присудить приз семье, занявшей второе место. Да давай, чем же! АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, победителем становится... Становится... Пошел! Пошел! Становится семья... Стойте! Стойте, подождите! Стойте, подождите! Стойте, подождите! АПЛОДИСМЕНТЫ Победителями становятся... Силья Соколовых АПЛОДИСМЕНТЫ Я все равно добьюсь тебя! Я твой мельчонок! Просьба подняться на сцену! Внесите сертификат на десять миллионов рублей! Десять миллионов! Десять миллионов! Десять миллионов! Я обожаю вас! Семья любит вас! Семья! 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 Не хотелось бы портить праздник, но я думаю, тебе стоит взглянуть на запись презентации. А вы кто, простите? Друзья! Здрасте! Наш бывший сотрудник, Алексей Соколов, похитил документацию и подопытный образец на промежуточную версию препарата. Что, в свою очередь, сильно осложнило нам работу по доработке и увеличило затраты. Но мы на это, безусловно, пошли, не раздумывая. Ведь на кону здоровье людей! Они все доработали! Это благодаря тебе! Это герой! Дети, ваш папа – герой! Молодец! Это еще не все, герой. Мы подаем иск против Алексея Соколова на возмещение убытков в размере 20 миллионов рублей. И если Алексей Соколов не выплатит их, то сядет за промышленный шпионаж. Буду держать кулачки за вариант номер два. Двадцать миллионов, Леша! Двадцать миллионов! Недолго я был богат. Тихо! Катя, они ведь только подают суд. Это же не факт, что они еще выиграют. Я думаю, выиграют. То есть, если даже мы все отдадим и будем, должны еще десять миллионов? Пятнадцать. Почему пятнадцать? Ну, я им обещал пять миллионов. Иначе бы они переломали мне все кости, Катя. Ну, теперь мы друзья. Леша, мы снова в жопу? Вырвнем, Катя. Спрос на сцену. Быстрее. Быстрее, быстрее, быстрее. Двигай. Наших победителей хочет поздравить особенный человек. Генеральный продюсер проекта «Идеальная семья». Внимание на экран! С Новым годом, россияне! АПЛОДИСМЕНТЫ К сожалению, у нас только один победитель. Мы посчитали это несправедливым по отношению к другим идеальным семьям. Вследствие чего приняли решение продлить наше замечательное шоу на второй сезон. АПЛОДИСМЕНТЫ И на новых условиях. АПЛОДИСМЕНТЫ Теперь сумма выигрыша составляет... А чего так мало? Правильно? Целых 15 миллионов рублей! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Отдельно я бы хотел обратиться к семье победителей. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Как жить? Кружит головы, ай да упаду, головы да да упаду. Кружит головы, ай да упаду, головы да. Кружит головы, головы да. Кружит головы, головы да.